доброе утро мы приехали в город аллахабад сегодня вот day today ten сегодня 10 так вот мы в гостинице васиштха находимся я взяла с собой небольшой breakfast кофе да сейчас саши скажет нашим друзьям и родственникам что мы пока пойдем на улицу так а давай что я не взяла мы же идем окунаться сегодня третье святое погружение в гангу не спускаться пешочком на век мы поднимались на лифте дарлинг под юной коранч пожалуйста да ты мне дала говорит мандаринку формат никитан ашраме и так мы познакомились мы узнали друг друга вернее из прошлых жизней благодаря мандаринки вот и сейчас святом месте холи place дарлинг один оранж вот ну а я потихонечку по дороге вам расскажу про это место про этот религиозный праздник я его называю фестиваль фестивалем к но это религиозный праздник куда стекаются тысячи и миллионы миллионы паломников чтобы в определенные дни астрологически выверенные окунуться святые реки вернее святые воды ганге но здесь еще на этом месте на месте города про як соединяются три реки там где соединяются реки еще для индуистов более считается важные энергетические места и здесь соединяются ганга ему на и мифическая невидимая река сарасвати вот и этот фестиваль кумхамела он физическим временам еще относятся сюда приходят йоги саду вот такие святые паломники люди которые все 12 лет живут в гималаях в лесах но на этот на этот религиозный праздник они все сюда приходят собачки такие забавные одна нашла веревочку и 2 тут же до другой конец ухватилась вот прям как мы с саши вдвоем ниточка с иголочкой все теперь им не нужна эта веревочка как только кому-то понадобится 2 хватает а в одиночку даже скучно грызть красную ленточку по этому надо значит и второму надо и обезьяны ушли уж него на крышу пошли шли годы эти все все так и играют можно наверное полчаса простояли пока все собрались чай попили а собачки так и играют как он занимался драйвер драйвер колт-колт ведер очень холодно мертвы до и и нау популярен россия мы не да Индия скоро придет в Россию. А Россия уже пришла в Индию сейчас. Это точно. А Индия в лице Саши придет 5 июня. Прилетит. Так, ну как, мы поместились, поместимся как-то? Ну, они такие гуттаперчевые, такие гуттаперчевые, что могут как-то уместиться здесь. Они такие гуттаперчевые, которые могут быть в лес. Они такие гуттаперчевые, которые могут быть в лес. Видимо, Рикши знают. Ой, щеночки. Боже мой, там пять щеночков в кучке лежат. Рикши знают короткий путь. Я смотрю, здесь очень чисто. Здесь метут, метут, метут. Несмотря на то, что так много паломников, я уже заметила, что чисто для такого количества народу. Малыши. Глупыши. Вот до сюда нас довезли и показали, как идти дальше. Куда. Это Панипури. Поехали. Будущее. Панипури. Сангам значит объединение. И мы идем, вот я увидела надпись Сангам написано. Мы идем туда, где три реки объединяются. Вот это место называется Сангам. И там самое главное место, где люди окунаются. Как почти во всех индийских городах, деревнях и поселениях провода здесь вот образуют такие кружева затейливые. Ужас европейского электрика. А саши так любят джелеби. А тут как раз маленькие джелеби делают. Ещё джелеби. Какой красивый, какой старый, наверное, храм. Ну, в 1500-х годах этот город построен, как Аллахаббат. До того был Праяга. Акбаром Великим построен этот город. И назван в честь Бога Аллахаббат. В честь Аллаха. Бесплатная пища, просад. Здесь какая-то улочка разобранных машин. Много маленьких собачек. Как трогательно выглядят эти местные дома. И очень-очень много собачек. Заборчик такой. Да, брокон. И замок наверху. Очень старый дом. Какая спокойная картинка. Я в освещении. От этой старины. Сейчас нам надо пройти... Сейчас нам надо пройти в ту сторону. Один километр. Потом взять лодку. Поехать туда на слияние трех рек. Ганги, Емуны и невидимой Сарасвати. И Индра хочет посетить храм Ханумана. И потом взять другую лодку и поехать назад. Да ты не... Я не потеряюсь. Говорит, дай мне твою руку, а то ты потеряешься. Я говорю, я не потеряюсь. Я в кино видел, что однажды один ребенок отпустил руку и потерялся. И они встретились через 20 лет. Совершенно случайно. Но это явно он в индийском кино видел. Там всегда не успеешь руку отпустить и все, капут. Через 20 лет только встречаешься. И узнаешь друг друга по родинке где-нибудь на пятке. Пришлось, пришлось подчиниться. Девчонки молодцы. Идут за ручку все три. Точно, чтобы не потеряться. Он говорит, я им сказала, держитесь за руки. Одна я такая, индепендент, независимая. Пытаюсь быть. Потому что у меня вот здесь зарядная. Батарейки заканчиваются быстро. Вот. Надо все время подзаряжать камеру. Еще есть одна батарейка. Одна в отеле осталась уже севшая. На всякий случай еще одна камера. Ну, посмотрим, как получится. Много-много лодок идет туда, где встречаются эти три реки. Надо найти, где взять эту лодку. Вот такие бедные лачуги. Но на них, смотрите, спутниковые тарелки. И самое главное, что Саши говорит, у них Ганга-вью. Вот здесь они могут смотреть на Гангу. И это большое благословение. Люди приезжают совсем ненадолго. Просто окунуться и назад. Саши даже тоже так думал. Чуть ли не с чемоданами пойти окунуться. Поэтому они несут весь свой багаж на голове. Ну, здесь, наверное, причал. Откуда можно взять лодочку. Это на случай наводнения, наверное. Индра пошла вперед, чтобы спросить стоимость. Потому что, когда увидят меня, иностранку, то, естественно, они попросят намного больше. Ну, и бизнес тут тоже процветает. Кому Саши хочет, тому дает. Но чаще, конечно, он дает или совсем инвалидам, или очень стареньким. Детей он не поощряет в этом бизнесе. А родители вот детей выпустили, как цветы придорожные. Сказать честно, я еще, по-моему, до первой Индии, или вот, ну, давно смотрела фильм Эдуарда Сагалаева. Я его очень люблю. Кумхамела называется. Я себе как-то все абсолютно по-другому представляла. О, как их много. Вот. Сейчас у меня шанс свое личное представление составить вот об этом мероприятии. Когда делают, да, профессиональные журналисты, они делают совершенно небольшую нарезочку. А вот этот вот сам путь, когда ты идешь, подходишь, берешь лодку, еще что-то, этого же не видно, поэтому в голове своя картинка встает. А теперь вот реал лайф. Девушки уже разулись. Синдра уже намочила ножки в Ганго Рива. Ганго Рива. Летер. Угу. Люди так терпеливо ждут, они тратят время, они... Кто-то идет пешком, собирают деньги, чтобы приехать на этот фестиваль. И все это не в поисках каких-то радостей, там, наподобие, сходить в хороший ресторан, еще что-то. Они наоборот терпят какие-то лишения. Но это духовная радость, приносит огромное духовное удовлетворение вот эта вот паломническая поездка. Это происходит раз в 12 лет. Но сейчас хав Кумбхамела, это через 6 лет тоже половинка Кумбхамела, как бы. А 6 лет назад была полная Кумбхамела. О, по доске идти надо будет. Вот так. Нормальные, ухоженные мальчишки. Просто под заработать. Нам предложили там лодку 10 человек, 2,5 тысячи. Но здесь, наверное, подешевле. Здесь большая лодка, много народу. Оделись погрязнее, пацаны. У них тоже свой бизнес. Полтора месяца. Держит, держит все-таки меня, чтобы я не потерялась. Да здесь особо не потеряешься, мне кажется. Мы тут все рядышком. Но он все равно не отпускает. Все. Вступили мы на благословенный корабль, который привезет нас к слиянию трех священных рек. Серединку, говорит. Но этот хотя бы продает какие-то штучки солененькие. Чистенькие вроде. Аккуратненькие. Ну все, мы готовы. Ну все, такой ноев ховчег. Так здорово. Мне что-то прямо даже такое библейское прям представляется, вспоминается. Ассоциации какие-то. Надо чуть поближе к центру сесть. Меня Саши в центр. Миваляшку усадил. Что-то так. Что-то так. Что-то так. Что-то так. Что-то так. 100 рупей. А, 100 рупей. 100 рупей. Да, вот здесь вот дешево. 100 рупей один человек. И Индра сказала, наверное, 10-15 минут, 10-15 минут, да? Я не думаю, что это будет 10 минут. Легче, чем 10 минут. Да. Как птички прямо, как птички. Поверить не могу, что я туда плыву. Я смотрела, я читала, но я никогда не думала, что я буду присутствовать сама. Так, у нас одели жилеточки, одевают. Так, дарлинг, поставь мои глазки там, внутрь. Будем жилетки одевать. Наверное. Ну, я не выскользну из него, я не хочу застегиваться. Я красивый? Бай-бай. Бай-бай. Сейчас. С чего бы это, бай-бай-то, папочка? Ты меня что, хочешь выкинуть, что ли? А для вас? А для вас жилеточки? Я буду share. Я с тобой поделюсь. Я тебе дам половинку. Я буду дать тебе половину. Я буду дать тебе половину. Народ идет, но они, наверное, идут в те временные лагеря, где расположились все. Да, у нас вот человек тридцать в Путапарте поехали, автобус целый, Надя моя седьмого этажа с Сашей, и почти там весь наш дом поехали. Нас туда тоже звали. Они несколько недель, недели три, наверное, здесь проведут. И Наташа тоже из Тюмени, она приехала. Но они от разных ашрамов, от разных ашрамов. Путапартеевские наши от ашрама Шанти-Кунш, а Наташа от ашрама Пайлот-Баба. Здесь представлены разные секты, разные религиозные направления, и все они здесь расположили свои лагеря. Никто ни с кем не ругается, все дружат. Думаете, что они это делают? Они птичек зовут. Они их кормят. Посмотрите, тут как много птичек. Вот так надо птичек звать. Их просто тысячи вон там в центре плавают. Но они не особо голодные, потому что их вон зовут-зовут, и они не сильно-то и надрываются лететь. Похоже, мы едем вот на этот противоположный берег. Все не так, все не так, я представляла, как это все происходит. Рисуешь, рисуешь себе мысленную картинку, а она не сходится. В общем, надо освободиться от каких-то ожиданий, но опоздал ты со своими хрустяшками. Мы же уже у другого, более предприимчивого все закупили. Птички вон не сильно к нам и рвутся. Все прямо селфятся и тут же высылают на фейсбук. Вот такое время пошло. Слышу, об этом говорят. А этот уж вообще самый опоздавший. Все, птички сыты. Вот там, на той стороне, очень старый форт. Вот мы уже минут 20 сплывем, и вдоль берега все вот от начала до сейчаснего времени. Палаточные лагеря такие. В общем, город живет. Сверху летали вертолеты, осматривали порядок. Смотрите, прямо домик, домик. Шалашек на лодке. Привисающе. У меня вообще такие мурашки по телу. Может, от того, что, правда, такая энергетика у этого события, у этого места невероятная. Он говорит, мы заплатим больше, но он нас куда-то там привезет в центр. Много людей вот на этой стороне принимают погружение святое. И вот там тоже тысячи людей. Просто город на Ганге, город на реке из лодок. Снимайте, говорит, жакетики, жилеточки. Все, приехали. Что-то они ругаются так на этой лодке. Прям сильно. А с нашей лодки их пытаются успокоить. Кричат Джейгангабая. Прямо там. Прямо. Прямо. Ну правда, мне что-то видится, что-то библейское. Такое удивительное, невероятное, хотя люди вон с телефонами, со смартфонами, но ощущение древности, возможно, древности этого религиозного праздника. Мы пересаживаемся на другую лодку. Иду, иду. Ну здесь, по-моему, они сказали тысяча человека. А, вот сейчас мы поедем туда, где встречаются реки. 200 рупий с человека туда-обратно. Вот маленький мальчик. Маленький мальчик помогает папе собирать жилетки, завязывает какую-то тряпочку в узелочек. Но уже работает. Они просят, как его сверстники вот там, вот у нас просили. Люди здесь принимают погружение. Очень красиво. Хотели остаться без жилета, но... Хозяин лодочки сказал, что полиция на них ругается. Жилетики нужны, говорит. Потрясающий вид, конечно. Вообще невероятный. Ничего такого похожего я даже представить не могла. Саша уже ганго-вотер принес мне. Мы уже попили, умылись. Холи-вотер. Сейчас вот бутылочку набирают. У Канги серебряные ложи. Эта вода простоит десятилетия. Не испортится. Она священная и сама обеззараживается. Ай! Он меня то туда, то сюда говорит, передвинься. Я, видимо, та последняя капля, которая может или перевернуть, или сбалансировать нашу лодочку. Все от меня зависит. В общем, я туда немножко, сюда немножко. А теперь гармония во мне. Супер, 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 супер. Я очень счастлива. Мне тоже, мне тоже. Я первый раз здесь. Он был шесть лет назад на полной Кумхамеле. Очень счастлива. Это такое большое благословение. Просто поверить не могу. Большое благословение. Большое благословение. Попасть сюда. Мне кажется, что ты из прошлой жизни. Большое благословение. Наши девочки взяли Сари. Я не знаю, где они будут переодеваться, но вот они пошли туда, к месту окунания. Вот здесь как раз место слияния этих трех рек. Ганги, Емуны и мифической, невидимой, астральной, подземной реки Сарасвати. Мы тоже взяли свою одежду. Я тоже переоденусь, окунусь. Не знаю, наверное, я не буду это снимать. Вот. Но окунаться мы здесь будем. Для мужчин, конечно, здесь легко. Но я не знаю, как женщины потом из мокрого будут переодеваться. Вот мужчины прямо на палубах. Но вот из сухого в сухое я переоделась кое-как. Для погружения я готова. У меня вот эти вот штанишки. Так что все в порядке. У Саши тоже шорты одеты под брюками. Поэтому для погружения мы собрались быстро. Я не знаю, буду ли я брать камеру. Вот там вот. Думаю, наверное, это ни к чему. Своё погружение снимать. А назад он говорит, ну поедем мокрыми. Ой. Ой. Осторожно. Like this. Ничего? Нормально, да? Не наклоняйте вы нас. Они нас наклоняют. Не трогайте нас. Отойдите от нас. Всё. Теперь мы ровненько стоим. Они перестали нас наклонять. Я возьму с собой Рудракшу. Вот это вот Джапа Малу. Она самая будет всегда. It's not fall down. I will put on my hand. Он говорит, она не упадет у тебя. Я её накручу, как браслет в руке. Вот так я обычно накручиваю. Так у меня хорошо держится. Вот там летает вертолёт. И я сейчас смотрела, пока камеру доставала. Представляете, оттуда посыпались тысячи лепестков роз. Возможно, это какая-то или богатая семья приехала, или какие-то министры. Кто-то очень известный. О, опять они посыпались. Did you see? Роузес. Лепестки роз. Это удивительно. Это поразительно. Опять сыпят. Я просто, знаете, я сейчас не рискую пока обе камеры доставать. Я сижу тут, то вода брызнет, то ещё что-то. И даже эту я поставила на зарядку. Мы ждём, пока придут наши родственники и друзья. И тогда мы уже пойдём погружаться. Но камеру Саши сказал не брать. Вот. Опять что-то кидают. Вот. Это уже так трогательно. Они вон масло взяли. Жена мужу в голову втирает масло. Тело они маслом тоже мажут. Саши у меня тоже мажет маслом тело. Очень хорошим. Вот видите, дедушка. Потому что зимой у него тело сохнет. Ножки. Что-то наши так долго. А я думаю... Ну а вдруг это они не здесь сливают. Он говорит, я хочу здесь погрузиться. Я говорю, нет. А здесь ещё тебя лодками зажмёт. Не надо, я не готова. Давай уже в этом священном месте. Сам он что ни на есть. Вместе погрузимся. Чтобы потом много жизней и в горе, и в радости, и в печали, и в богатстве, и в бедности быть вместе. И быть вместе с Индией, и вместе с Гангой. Это моя мечта. Я индией, я зацепил! Продолжение следует...